Девушки отдыхают Депутаты Заксобрания республики публично валяют дурака. На Медне парламентарии выдали унылый фарс с элементами слабоуме. Памятник они желают установить. И не один. Здравствуйте. Что у вас тут происходит? Почему у вас психи на свободе ходят? Это не психи. Это студенты так подрабатывают к стипендии. Депутат Рогалевич желает видеть в городе променад имени Путина со статуей президента на возвышении. На аллее необходимо будет установить не только скульптуру Владимира Путина, но и памятный барельеф Бориса Ельцина. О, огромное! При таком фонтане бояринам встану. Коммунист Степанов предсказуемо вожделеет образ Сталина и вместе с комарадами пишет письмо мэру. Считаем, что в городе воинской славы Петрозаводске необходимо установить монумент Иосифу Сталину. Язык откройте, закройте, откройте. На что жалуемся? На голову жалуется. А голова предмет темный и следованию не подлежит. Мудро. В результате большевистского спиритизма к левым может и взаправду явиться дух генералиссимуса. Для нынешних коммунистов тут главное самим от ужаса в штаны не наделать. Я прошу вас сесть за разработку плана, запритесь на несколько дней, выключитесь из всего. Только это должно быть перед вами. Депутату Рогалевичу с его аллеей и статуей президента проще. Всего-то и рискует натереть язык, вылизывая воображаемый зад. Ой, медведь, какой же ты умный. Умный и огромный. Да я таких больших в жизни не видала. Ты мне зуб не заговаривай. Я цену твоим сказкам знаю. Упомянутые депутаты шумны, как дети. А вот незаметная депутат и мать А.М. Спиридонова по-тихому отписала себе и сынишке в собственность неслабые куски карельской землицы, пользуясь служебным положением. А.М. Спиридонова получила в Кукши-горе 1467 квадратных метров земли, а ее сын 1500 квадратных метров. Между прочим, в соседнем районе жених украл члены партии. Откуда у нас депутат Спиридонова? Внимание, из фракции Яблоко. Экие почвенники оказались. Страсть, как охочи до махинаций с землей. И шеев в тебя стал сразу такой влюбленный. Стоило следователям заняться земельными делишками Спиридоновой, депутат тут же выступила против политических репрессий. Пора удирать. Пора, брат, пора. Не все так плохо. Осужденная на три года условно Сухорукова, как ни в чем не бывало, продолжает экономическую деятельность в мэрии под прикрытием Ширшиной. Ни та, ни другая и бровью не повели. Вот, например, ваши брови. Ведь это же неприлично. Если у вас так густо растут брови, надо же с этим как-то бороться. В приличном обществе из-за одних подозрений в нечистоплотности уходят в отставку. Осужденная Сухорукова напротив, на карнавал. Это еще что такое? Арестованный? Почему подоркестр? Ваше Сочетство, сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить. На сходку заявились партийцы, работники бизнес-структур Василия Попова. И все равно за оградкой осталось много свободного места. Надо было оградку не так широко расставлять. Следы. Здесь прошли люди. Здесь прошли люди, люди, я их найду. От безлюдия в ряды приняли даже ряженых карельских сепаратистов. Ох, опрометчиво! Народная молва утверждает, что какой-то неискренний этот их предводитель, активист Штепа. Засланный у тебя казачок. Лазутчик. Полно у яблока соратников с темным прошлым и подмоченной репутацией. Уголовный приговор Сухоруковой пустяк. Кого надо трудоустроить в администрацию за в кадрами приширшенной Наталья Ткаченко. Человек из ближайшего окружения Василия Попова. А вы как думали? Дети. Вы хозяева лагеря. Вы. Криминальную женскую сборную перебросил из Прионежской мэрии в Петрозаводскую Василий Попов. Применять отработанные там схемы растаскивания земель. И будто бы хозяйственника Ширшину тренирует Василий в оппозиционного политика. Развращается понемножку. Ну что же мне об ее нравственности заботиться. Сдается неспроста завертелся как флюгер депутат Заксобрания Пирожников. Летом голосовал за отмену выборов мэра Петрозаводска. А на днях выдал законопроект о возвращении голосования. С чьей интересно подачей. Теперь люди думают, что мы на всю голову отморожены. А раньше не думали. Раньше думали, что мы не на всю голову отморожены. А теперь думают, что на всю. Так и живем. Депутаты парламента валяют дурака. А все более уголовная верхушка карельского яблока продолжает рулить в Петрозаводске. Тем временем проезд в маршрутках подорожал. Того и гляди, встанут троллейбусы. Пистом политическим клоуном, провокатором, вором и лицемером. Здравствуйте. Все, кино не будет. Электричество кончилось.